приветствую друзья я питалий портников вице-президент южноафриканской республики пол машатиле обещает что в течение недели руководство южноафриканской республики определиться с присутствием президента россии владимира путина на саммите брикс проблемы возникли после того как международный уголовный суд в гааге выписал ордер на арест российского диктатор как известно южноафриканская республика является одной из стран ратифицировавший римский статут и таким образом в случае приезда владимира путина в южную африку на саммит брикс он должен был бы быть арестован и выдан на международному правосудию разумеется руководство южноафриканской республики хотела бы избежать подобного развития событий как впрочем хотела бы избежать и возможности приезда путина в приторию после чего он сможет спокойно без всяких юридических процедур вернуться к себе народе что тоже поставит под вопрос международный престиж южноафриканской республики и способность ее руководство выполнять свои международные обязательства вице-президент я сообщил что южная африка пыталась рассмотреть несколько вариантов выхода из сложившейся ситуации но ни один из этих вариантов не предполагал присутствие путина на южноафриканской земле была идея что саммит может быть перенесен в одну из других столиц стран членов брикс однако индия которая сейчас находится в крайне сложных отношениях с китайской народной республикой категорически выступала против того чтобы саммит прошел в пекине и вместе с тем не согласилась с возможностью проведения виртуального саммита стран членов брикс практически это предложение не встречала поддержки ни у одной из стран и участниц объединений тогда в южной африки вернулись к идее проведения саммита в самой этой стране но уже без присутствия владимира путин было предложено чтобы южноафриканский и президент сериала ромофоса обсудила с российским лидером другие варианты присутствия российской делегации например чтобы эту делегацию возглавлял министр иностранных дел россии сергей лавров однако российское руководство отклонило это предложение как и предложение о том чтобы путин был виртуальным участником саммита брикс и возглавлял свою делегацию но так чтобы не появиться на территории южноафриканской республики в кремле продолжают настаивать россия должна быть представлена на саммите брикс также как и делегации всех остальных стран участниц объединения то есть владимир путин должен прибыть в южную африку во главе государственной делегации россии и мы прекрасно понимаем почему путину этого хочется он просто стремится высмеять международное правосудие и продемонстрировать насколько ему безразличны все эти международные ордеры на арест и для того чтобы так произошло ему и нужно чтобы саммит прошел именно в южноафриканской республике они например в китае чтобы он прибыл именно в южноафриканскую республику чтобы там его никто не задерживал и чтобы он спокойно после этого после саммита брикс улетел в москву таким образом международное правосудие получит от российского диктатора звонкую и очевидную пощечину но в этом как раз не хочет уже участвовать президент южноафриканской республики серил ромофос он прекрасно помнит о тех репутационных потерях которые были у его предшественника джейкоба зумы когда тот принял в южной африке с визитом находящегося под ордером на арест международного уголовного трибунала тогдашнего суданского диктатора аль-башира и потом один из южноафриканских судей выдал ордер на задержание военного преступника а джейкоба зуме пришлось организовывать буквально бегство аль-башира с территории южной африки чтобы он не был задержан правоохранительной системой этой страны ведь особенностью юар как раз в том что президентом не может всем распоряжаться и полностью отвечать за последствия действий собственных судебных органов и этим южная африка отличается от российской федерации это кажется то что никогда не был способен понять владимир путин когда речь идет о других странах если на британских руководителей в москве обижались когда они не могли повлиять на собственное правосудие то представьте себе что в российской столице думают о руководстве южной африки там практически уверен что если серил ромофоса прикажет южноафриканским судьям не обращать внимание на пребывание владимира путина в южноафриканской республике то ни один суд в южной африке не посмеет выдать ордер на арест российского диктатора и ни один правоохранитель в этой стране не посмеет исполнить судебное решение даже если она вдруг будет выписать таким образом южная африка находится в буквальном смысле в тупике из-за саммита брикс вице-президента юан пола машатили по своем интервью mail and guardian одной из ведущих южноафриканских газет заявил что именно для того чтобы понять что произойдет саммитом брикс в еханисбурге он встретился с президентом юар серилом ромофоса и серил ромофоса рассказал ему что он ежедневно обсуждает с владимиром путином ситуацию которая сложилась в связи с проведением этой международной встречи пока что выхода из ситуации нет ясно одно руководство южноафриканской республики делает все возможное и невозможное чтобы избавиться от гостя из кремля на своей территории а кремль делает все возможное и невозможное чтобы владимир путин на получил возможность прибыть в южную африку на саммит страны членов брикс и продемонстрировать полное равнодушие руководство российской федерации к тем ордера на арест который выдает международный уголовный суд и каким будет выход из этого тупика на сегодняшний момент неясно вряд ли за ту неделю которую вице-президент юар называет в качестве срока когда будет принято окончательное решение мы действительно столкнемся с возможностью разрешения той дилеммы которая возникла между руководством и южноафриканской республики связи с проведением злосчастного саммита брикс владимир путин будет делать все возможное чтобы надавить на сериала ромофоса а сериала ромофоса будет делать все возможное чтобы не встретиться с дорогим гостем в собственной стране им придется еще не раз проводить свои ежедневные консультации цели которых достичь практически невозможно потому что оба президента придерживаются демитрально противоположных целей киево время своего общения спасибо друзья оставайтесь на этом канале подписывайтесь на подписаны и социальные сети на канал в патреоне канал бы мне кофе который помогает мне развивать все ресурсы пользуйтесь функции спонсорства в самом youtube миром мы Продолжение следует...